Привет, друзья! Это Киев днём и ночью. Сразу предлагаю вспомнить, что да почём, потому что событий ой, как много. Итак, Алёна возвращается к Артуру, чтобы ему отомстить за все обиды, что он ей принёс. А после вечеринки, которую затеяли Паша и Ксюша, у всех как крышу сорвало. Альбинка и Саня проснулись вместе с самыми страшными подозрениями. Хи-хи-хи. Ведь вот... Саня, я время от тебя! Богдан, вопреки тому, что они с Лилей расстались, решает остаться с ней и с ребёнком. Мой ребёнок без отца растений будет. И вечером, когда Паша приглашает Лилю на ужин, она приходит не одна. Смотри, кто тут у нас есть. Закончилось всё в принципе как обычно. Как только нужно разговаривать. Уже нет просто ся. Сука, семейка. А Маруся после того, как её прочь убить, всё ещё плекает надежду с ней помириться. Да правда, любимая. Я не хочу с тобой никакого секса, всё. Но и здесь она маленько ошиблась. А как известно, женщины страшны в гневе. Любишь его, веришь? Ох, интересненько мне уж, как дальше карта ляжет. Смотрим дальше. Не понял. Ген! Ген! Не понял. Свет не выключил, двери не закрыл. Чё, на приколе или чё? Гена! Не понял. Кто здесь? Витя, а что ты хотел? А что ты хотел? Ты сам только что с бабы слез. Гена. Ну ты получается уже сдал. Гена. Какая случайность, Генок? Шоу поскользнулся и упал в чужую жену? Ты сам виноват. Убью, суку! Что ты творишь, Витя? Ты же сумасшедший. Вставай, сука! Вставай, блядь, генитика, мужик! Витя, что ты творишь? Ну перестану, что ты творишь? Да пошли вы все, ну, блядь, уроды, блядь! Ненавижу! Блядь! И есть за что. Видимо, Генович решил, что раз вы в зале партнера, то и жену можно делить. Ген, ворну ударил, болит? Нет, хорошо. Тебе помочь? Нет, помогла уже, спасибо. Иди, Марусь, домой. Иди, родная, иди. Так мне на самом деле надо, ребята. Запомните все на всю жизнь. Нельзя делать плохие дела и оставаться безнаказанных. Печалька в том, что зачастую мы это понимаем уже после плохих дел. Да, Марусь? Я не знаю, что теперь делать. И как с Геной общаться, и как с Витей общаться, я не знаю. Сука, блядь! Витя! Витя, ну подожди, Витя! Вот так, ребятули. Когда ты агришься на любимого человека, лучше не делать глупостей. А подождать и взвесить все. Чтоб потом не приходилось умолять в соплях своего любимого подождать. Большой город, в котором с тобой взорвом. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Киев днем и ночью, Киев днем и ночью. Большой город, в котором с тобой взорвом. Это Киев. Город, где каждого из нас хоть раз очень сильно обижали. На работе, в транспорте или в собственной квартире. И в этот момент мы становимся перед выбором. Уплеваться раздражением и таить злобу? Или простить своего обидчика? Ну вот как Лили сейчас. Или простит Бодю, или будет жить с разным хламом в душе. Обидой и разочарованием. Женое настроение? Да, Мила. Замечательно. Ты забрал ребенка у няни и даже мне об этом не сказал. Богдан, я хотела бы знать, где мой ребенок находится и в какой момент. Да, Бодя. Видимо, так ты и научился считывать женское настроение. Можешь, пожалуйста, минутку помолчать? Кое-что для тебя есть. Давай, иди в момент. Давай, ты меня. Только не говори, что это прикол и в этой коробчонке сережки. Что это ты мне принес? Открывай. Ой, да тут полная серьезность. Понял, что Оксана права. Лили нужны гарантии, в принципе, как и мне. Ну и... Вот. Ты выйдешь за меня? В принципе, Богданище поступил как мужик. Сделал предложение матери своего ребенка. Ну, правда, уже взрослого, но не важно. Кстати, про матерей и детей. Как там поживают алкозалетная Альбина и Саня? Вон успокаивает, говорят. Ну все, муж, пока. Я теперь что, получается, мать-одиночка буду или что? Это ж коляску надо покупать, это памперсы надо, это штукаденье надо. У меня зарплата не такая большая. Вот ты мне сейчас честно скажи. Ты меня любишь? Нет, нет. Нет, не любишь, правильно? И я тебя как друга люблю. И я тебя не люблю. Значит, что? Свадьба мы не играем, правильно? Свадьба не будет, вот этого траля-тополя, все, этого не будет. Так, стоп, 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 давай мне этот свой, свой этот, как его там, этот, ну это писюкалку, на который вы писаете, тест на беременность. Давай мне его сейчас сюда быстро, сейчас пойдем куда-то и... Чудеса логики, подружанья. Про коляску подумала, а про тест нет? Как можно я не держать тест на беременность и при этом говорить, что я беременна? Вот бабы это, ну вот просто удивительное создание. Так мозги запудрить, твою мать, я сам провтыкался, не проконтролил элементарную эту палку. Ужас, ужас. Согласен, Сань, такой внезапный головняк может сделать только сотрясение и женская паника. Пошли мы за тестом, давай ты, беременная женщина, раз, два, три, в аптеку. Будь я на месте Саши, клянусь, у меня бы уже был седой Чуд. А как мы ребенка назовем? А может Степан, Серафим? Да, Степан, давай, да именно, ты еще его не родила, уже хочешь ему жизнь испортить, давай бегом, выходи. Ну согласен, Серафим Альбинович, это не лучшая путевка в жизнь. Как? Ладно, оставим этих валидольных и посмотрим, как там Ксюха с Пашей. А то уже начались кучульки по этой парочке. А какие планы у тебя, Паша, на сегодня? Да я ничего нового, еду на СТО, там полно работ. И Марина уже, наверное, приехала. Воу, воу, мне кажется, это ошибка, Пашу. Знаешь, Паша, я уже начинаю завидовать Марине. Она видит тебя чаще, чем собственная жена. Ну перестань, серьезно. Паш, ты еще не знаешь, но под этой улыбкой кипит женская ревность. А это стремнее, чем сгость, зависть и желание убивать. Приготовлю что-то, на обед и привезу. Не, не надо, мы с Мариной… Что опять с Мариной? Мы заказываем китайскую еду прямо в офисе. Так вы теперь и обедаете вместе, да? Ну это уже смешно, но ревность на ровном месте. Хотя, с другой стороны, это даже как-то приятно. Оксана, прекрати. Серьезно. Мне нужна только ты. Слышишь меня? Садись. Не нравится мне все это. Вообще не нравится. Я так и знал. Паша не отвел бурю, а только отложил на потом. Кстати, мы так и не услышали, что же ответила Лиля после того, как Бодя ее хотела счастливить. Да. Смотри, сама ребенок у нас уже есть. Можем еще собаку завести. Ага, щейку. Блин, это мне кажется, и Лиля не осчастливлена. Где прыжки до потолка, где крики, конечно, да. Знаешь, я не могу. Замуж? Откуда такая идея вообще взялась? Это после всех его выходов? В смысле не можешь? Ну, после всех этих сцен последних и твоя ревность, она убивает все мои чувства к тебе. Правда. Ты хорошо подумала? Это то, что я говорю. Вот видишь? В смысле, что видишь? Ну, держи себя в руках, а? А я думал, что у Ксюхи и Альвины день не задался. Сорян будет. Уже он настоящий псих. Да и может же мне все это пережить. Да, просто живешь в режиме хард. Эти все подарки, кольца, невносимо. Кстати, вот кому сейчас нелегко, так это Арчи, который уже сутки привязан к кровати. Заслуженно, если че. Так. Так, давай поедим. Овощи это витамины. Да, связанным типам витамины очень нужны. Ну, живой, пожалуйста. Ален, после того, как ты привязала Мэна к кровати, можно уже не говорить слово «пожалуйста». Ты знаешь, все, что ты сейчас делаешь, это так правильно. Да, да. Открою. Просто, несколько месяцев понимаю, как же я себя ввел. Что-то я в твари последний. Так, Артур, когда захочешь поесть, меня позовешь. Ален, ну не ведись ты на это, это ж явный чёс. О, чуть не забыл. Тут же намечаются важные терки Маруси и Витоса. Ну послушай, ну ведь, ну так нельзя, ну мы же взрослые люди. Ну ты никуда не уедешь, чтобы мы тебя обещали. Ну что мы им скажем? Ты ведешь себя, Маша, как дешевка. Ой-ой-ой, это было больно. Подлез! И это кто? Ах ты скотина! Это ты меня там уговаривал, что я тебя просила, чтобы я тебе после твоей яркости. Проститутки вернулась сюда назад ради Таси. А ты меня дешевкой называешь? Да пошел ты вон отсюда. Да вали отсюда у нас. С удовольствием. Вали жи, блин, где хочешь. Да, не детский замут получился. Хорошо, что Таси не видит этого. Ты меня думалял, просил, Тасечка, воспитание. Давай, пожалуйста, мы будем вместе ради ребенка нашего. Давай жить ради ребенка нашего. Давай, вали отсюда. Давай, вали, вали, уходи. Винить тебя вообще не хочу. Очевидно, что это желание взаимное. А стоило просто пару раз помириться, а не скакать по другим кроватям. Вали, говорю, отсюда, быстрее. Чтобы ты знал, есть 100 мужчин лучше, чем ты. И Гена, в миллион раз лучше, чем ты, понял? В миллион раз. Вали, вали, давай, вали отсюда. Уходи. Кончина. Да он сам виноват в том, что произошло. Это же он мне сказал, что мы лежали только из-за Таси. Уже без Таси у нас ничего будущего даже нет. В общем, ребятули, иногда для распада семьи достаточно всего один раз ступануть и вместо того, чтобы простить свою любовь, попытаться ответить обидой на обиду. А потом хреново всем. Если любите, берегите то, что есть. Артур, не говори так. Не говори, пожалуйста, зачем ты меня мучаешь? Я тебя прошу, не говори вообще, тебя просто замолчи. Ну зачем ты играешь на моих чубах? Ну почему ты не учишься на своих ошибках, Алёся? Чего ты его вообще слушаешь? Наталь, хочется тебя мучить. Как ты повелась на этот сиропный гон? Он же, как дышит. Сядь. Ты себе вёл неправильно. Я надеюсь, что ты это понял. Ты понял? Вот правду говорят, любовь зла Алёна полюбила именно порнокопытное. Ты не имеешь меня? Блин, ну ты. Я тебя думаю. Открыли. Короче, Алёна сама нашла проблему на свою, как говорится, голову. Не могу смотреть, если честно. Давайте глянем, как там поживают другие жертвы головняка. О, дверь открыта, нормально. Давай, проходи, бегом. Так, дни, 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 сюда. Мы сразу идём в ванную. Так, ты сразу же тестом бери, забегай. Давай, быстренько. Раз, два, три, сделаю. Спешку Сани можно понять. Он сейчас батя Шрёдингера. Одновременно и отец, и не отец. Я аж включил за него переживули. А вдруг она реально бери? Всё, всё нормально. Чашку дай мне. Мне надо чашку для... На, Карин. Мы хоть чашку выбрали правильную. Коришкину. Сань, ну я не хочу писать. Мать, Альбина! Я не хочу в туалет. А может напугать её? А, нет, это от икоты. Или от чистых штанов. Я сейчас лично, я лично в тебя эту бутылку сейчас залью. В туалет она не хочет. Я сама всю, я сама, хорошо. В туалет, в туалет. Не, ну гони его. Ну, ты можешь просто себе нормально зайти туда и сделать этот тест. Этот стресс лишний. Сань, ну ты попробуй расслабиться. Может в бар, тем более там уже глушит двухлицо Боди. И его можно понять. Такое красивое кольцо потерял. Ну, точнее, выбросил из балкона. Да пошла ты! Охреная! Не хочешь, не надо. Я же не настаиваю. Только мой ребёнок без отца расти не будет, это точно. Я его так не оставлю. Одна я. Блин, мужик, точно рановато вроде. Точно, чувак. Твоё дело наливать наливаю. Ты уже начинаешь как сменщик. А где Артурчик? Ох, если б ты знал, где Артур. Где Артурчик, чувак? Я уже вторую смену работаю. Ладно, давайте и мы посмотрим, где Артурчик. Давай сходим в душ. Ну да, можно. А ведь ты первый, а я после тебя. Все-таки сутки связаны был. Блин, ну извини. Я вынуждена была. Ну ладно, хорошо, давай, пока. Я быстро. Угадайте, сколько времени пройдёт, пока Артур опять начнёт красть у Алены? Десять секунд. Секунд. Это новый рекорд. Прям можно заносить в книгу мировых рекордов среди отбросов. Поздравляю, Артурчик. Артурчик. Тяжело представить человека, который готов точно так же пойти на всё ради денег. Хотя нет, я чуть не забыл о Карине. Как дела? Пока я не родила. Не смешно. Это актуально. Занято! Занято! Ну ты что, не видишь? Там, там, срёдный процесс. Давай, скорее, мне, я спешу. Ну? Я себе представляю, какая спешка происходит там за дверью. Ну что там? Ну что там? Ну, 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 ну. Ещё, ещё. Надо подождать пять минут. Нет, подожди, надо подождать пять минут. Ты не слышишь? Я не могу ждать пять минут. А мне надо подождать пять минут. Калина! Калина, надо подождать. Ну что это? Ну просто умора. Спасибо им за то, что они настолько тупые. А это тест на беременность, да? Да! А вы реально тупые? На второй день после секса кто-то решил уже забеременеть. А где у нас такая мудрая? Боже мой, ребят, да я пошутила, а? В смысле? В смысле? Ну как, вы приехали после вечеринки. Такие все в говно. Мешали мне спать. Вырубились. Ну вот я решила вас наказать. Раздела, аккуратненько всё поскладывала. Конечно, раздевать мне было вас вообще не пьяно. Саня, 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 Саня! Ты хоть на себя успела крыся, ты понимаешь? Саня, 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 Саня. Ты мне, ***, жизнь испортила, ты отстреливаешь. Саня, Саня, Саня. Я, я, смотри, из-за тебя разошёлся, дурная. Господи, было бы из-за кого страдать тоже мне. Ребят, я согласен, что поступок Кариной не огонь, но, блин, мне было весело наблюдать за командой Альбасани. Не надо, что у вас нет чувства ёмого. Альбасани, ты чё? Саня, Сашка, пожалуйста, Саня, успокойся. Ни хрена себе шуточка. Ну, это реально, ну, бляха, ну, башкой-то надо хоть на секу соображать. Понимать надо. Сейчас, у меня нет на вас времени. Я, блин, на силу в ту кружку, блин. Саня, Саня, подожди, сейчас. У меня, у меня давление. У мамы кипертония разобралась. Саня, пожалуйста, возьми себя в руки, Саня, иди к Маре. Иди к Маре, расскажи ей, что это фигня, это неправда, что это всё шутка, дурочки. Тест ей покажешь, покажешь ей тест, вот, вот, что в доказание. Саня, иди, пожалуйста, Саша, поднимайся, иди. Тебе нужно спасти свою личную жизнь. Давай, иди. Да, да, ты права. Я сейчас пойду к Маре и быстро ей всё правильно объясню. Саша, может, есть ещё люди, с которыми нужно поделиться инфой? Есть. Ты послушай, пожалуйста. Что? Да ситуация такая. Саня, ты время теряешь. Подожди, подожди, ты меня можешь услышать? Я, в общем, в прошлый раз, когда выбегал, встретил Генку и сказал ему, что ты беременна от меня. Ну, удачи тебе, ты разберёшься. Саня! Как говорится, хороших новостей нет, но вы держитесь там. Всего вам доброго и хороших настроений. Грузины, вот обидно, когда нормальный пацан делает ошибку. Надеюсь, всё решится. Я понимаю прекрасно, что никакие извинения здесь неуместны. Но груз вины очень сильно меня раздавливает и уничтожает. Блин, Витя, давай поаварим, блин. Чего ты, блин, опять дёргаешься, а? Ну, ты слышишь меня? Генна! Да давай поаварим, блин, Витя. Да и Витю понять можно. Ты слышишь меня? Короче, этот лысый конфликт грозит перерасти в ультразамец. Я тут вообще ни при чём, блин. Она сама пришла. И ты остановишься на секунду. Что ты хочешь от меня, блядь? Отстань от меня! В жопу их себе засунь свои извинения. Давай слово тебе хотя бы скажу. Какое слово? На хуй мне твоё слово. Я всё увидел уже, всё услышал. А кто при чём? Я был вообще не в своём состоянии, блин. Альбина... Я видел в каком ты состоянии был. А я тут при чём? Мне что твоя Альбина? Слушай, ну я её, блядь, шо, блядь. Ломала эту жену твою. Сама прибежала. Отстань, блядь. Тем более у нас есть общее дело, блядь. Какое общее дело? Какое у меня с тобой может быть общее дело? Какая тренажёрка, о чём ты говоришь? Ты тут лишний. То есть сегодня он трахнул мою бабу, завтра он заберёт мой бизнес, а потом извиниться или как? Да слышишь меня, или нет? Как говорят, ситуация просто хавайся. Извинения – это такая штука, что тоже должны быть вовремя. Вот Гене стоило подождать, чтобы Петёк немного остыл. Надеюсь, Саня попал в правильное время. Стука-то. Видимо, Сане повезло. И настроение подходящее, и наряд легко снимаемый. Да, да, шоу, миг, шоу, миг. Так, падай. Короче, хорошие новости. Так, первое, чего хочу начать – Альбитка не беременна. Всё это был прикол. Вот у меня есть подтверждение – тест на беременность. Она сделала, тут всё, так надо, она не беременна. Это всё была просто дурацкая шутка Карины. Карины опустила, мы даже не спали вместе. Беда-бедосичка. И этот не вовремя. Какой-то день сегодня, чтобы все не вовремя всё делают. Извините, что помешал. Саш! Да? Мы вов снимаем сегодня? Естественно, а что же нет-то? Свободные отношения? Лёгкие. Нахера они не лёгкие. Дела сердечные, они такие, Санчо. Ладно, давайте глянем на действительно лёгкие отношения брата и сестры. Точнее, сестры, про которые он не знает. Ну, что она сестра. Короче, смотрим. Блин. Ну, в общем, понимаешь, как бы я ни старался и как бы не хотел, у меня всё равно, я всё равно, выходит, что я падаю с него, понимаешь? Не везёт меня на двухколёсах. Ладно, хорошо. Я только на четырёх. Какая милая сестринская забота. Мне кажется, или ещё немного из Ксюхи потечёт яд? Как работа, Марина? Ну, нормально. Да. А Паша тебя не обижает? Босса не включает, нет? А то он может. Да нет, не включает. А я так поняла, твое рабочее место здесь, в офисе? Ну да, у нас здесь. Странно, что на целом на СТО не нашла свободного кабинета. Подождите. Мне кажется, или она ревнует меня к Паше? Она не видит, что мы с ним просто общаемся. Ну, если бы она знала, что я ей на самом деле не соперница. Я... мне нужны документы отнести. Да, конечно. Угощайтесь. Угощайтесь. Оксана, что ты делаешь? А разве не ясно? Медь территорию. Сейчас это еда, а завтра это её фотка со светящейся надписью «Жена». Ты знаешь, Паша, я тут Ваню встретила. Он говорит, что вы с Мариной из кабинета не выходите. Целыми днями здесь сидите. Я решила вот перенести тебя покушать. А зачем ты расспрашиваешь Ваню об этом? Зачем ты ставишь нас в такое неловкое положение? А что Марина подумает? А тебе важно, что подумает чужой человек или жена? Шах и мат. Приятный вечер. Ну вот нужно мне было туда идти. Ну вот нужно мне было туда идти сегодня. Молодец, я проверила, всё, довольна. Мне нужна медаль «Жена года». Это ещё клёво, что Ксюха понимает свою оплошность. Это ж первый шаг, чтобы опять её не совершать. А вот Алена не учится на ошибках. Жалко девчую. Но, как говорится, хорошие уроки обычно дорого стоят. Я просто не знаю, что мне сейчас делать. Этот подонок меня обокрал. Он мной воспользовался. А я дура. Я за моё позление дура, которая вообще могла ему поверить. Надеюсь, у тебя хватит серого вещества, чтобы после этого забыть об Артуре и бабосе. Кстати, как раз в этот момент со своими капунями расстаётся папик Карины. Ну, то есть Владимир. Здравствуй. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Один из лучших саунд-продюсеров этой страны. Это Карина. Будущая звезда, которая ещё благодаря тебе и мне взорвёт этот шоу-бизнес. Ну, раз ты так говоришь, значит, так и будет. Ну, что, начнём? Мечты сбываются. Ну, что нужно для счастья? Совсем скоро вот-вот я стану знаменитой. Собраны сумки, диплом в кармане. Обнял отца, обещал быть лучшим маме. Билет на поезд. Один конец. Киев встречай. Я здесь за своей мечтой. Это мне только кажется, что у неё какой-то рваный темп, нет? Рваный, рваный темп. Может быть, мы тогда просто, Карин, а ты можешь сделать? Просто ты сейчас звучишь, как будто знаешь, ага, ага. Я понимаю, какое-то предоргазменное состояние, как будто бы, получается. Ты можешь плавнее как-то, вот, ну. А у кого есть у нас музыкальное образование? Ты вообще хотя бы термины какие-то музыкальные знаешь? Пробуем ещё раз. Можем, да? Киев встречай, я здесь за своей мечтой. Карин, 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 а вот тебе сейчас самой нравится то, что ты делаешь? Не будет секса, не будет песни, не будет её никто слушать, ты же понимаешь. За своей мечтой, через всю страну, день и ночь с тобой, день и ночь. Карин, скажи мне, ты уезжал уже из дома, правильно? Зайчик мой, ну попробуй сейчас. Оказывается, не лёгок хлеб-звезды. Да, Карин? Ты, блин, пипец, у тебя идёт мечта, у тебя впереди мечта. Как ты подходишь к маме? Подошла и вот проживи эту ситуацию. Телефон твой-то. Мой? Да, сейчас я. А, можете принести, пожалуйста? Гудит и не перестаёт. Извините, блин. Да. Алена, слушай, ну я на студии, что, давай потом? Ну потом я тебе говорю, ну честно, блин. Ну, пожалуйста, ну поговори со мной, просто я у Артура. И он опять меня обыграл. Опять, Карин, опять. Ну почему я опять ему верю? У всей страны такой же вопрос. Потому что ты маленькая, глупая девочка. Карин, мне нужны деньги. У меня даже на метро нет. Ты понимаешь? Вообще ни копейки. Прекрасно. Обнёс. Слушай, я занята. Позвони брату. Ты что, с ума с ума? Я не могу звонить Богдану. Я не могу. Он мне там бошку оторвёт. Он даже не знает, что я в Киеве. Я его не предупредила. Ладно, я приеду. Хорошо, ты скоро приедешь. Я просто не могу здесь находиться. Как помочь, я приеду. Аленочка, могу посоветовать отличный лайфхак, как не находиться в помещении. Тупо свалить оттуда. Это бесплатно. Но Богдана зря не набрала. Ведь семья для того и есть, чтобы помогать друг другу. А ну-ка махнём к Лиле и Марине, если уж речь зашла про семью. Лиля, вы не поймите меня неправильно. Мне очень приятно с вами проводить время. Мне нравится, что мы вот так гуляем. Но я просто чувствую себя пешкой в чужой игре. Пятёрочка за проницательность. Ты знаешь, Маринчик, я в тебе, конечно, не ошиблась. Ты не только красивая, но ещё и умная девочка. Скажу, как есть. Просто я не хочу, что когда Оксана опять в очередной раз разобьёт Паше сердце, чтобы он остался один и опять впадал в депрессию. Хочу, чтобы рядом была такая добрая и заботливая девушка, как ты. И чтобы его поддержала в эту минуту. Потому что меня одной ему мало будет, понимаешь? Я понимаю. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я буду рядом с ним. Долго очень. Я надеюсь. Я рада, что я в тебе не ошиблась. Как раз ошиблась и даже не представляешь, как. Фух, как же всё запутанно. Вот я знаете, я знаю Оксану, но я бы так про неё не сказала. Она такая лживая, ты себе даже не представляешь вообще. Вот я тебе простой пример. Ну как это простой? Послушай, у Фаши умер отец. Он уезжает на похороны к нему. Она в это время прыгает в постель к другому. Это нормально, ты считаешь? Я молчу о том, что она драгоценности вынесла из дома и на меня свернула. Что она деньги у него воровала. Это очень страшный человек. Под личиной такой милый, такой наивный, хлопающий глазами девушка. Как после этого всего Паша её простил. Он очень хороший, он даже гораздо лучше, чем я думала о нём. Это страшный человек. И вот когда она в очередной раз разобьёт сердце опять Паше. Как бы я ни был на стороне Оксаны, но пока Лиля не врёт. Это факт. Мне просто очень нужна твоя поддержка, это правда. Марине открыла глаза на Оксану. Она даже не понимала, что это за человек. И теперь я верю, что когда что-то случится, она будет рядом с Пашей. Хороший план, но в нём есть мальнюсенький недочёт. Общий папуля у Марины и Паши. Вот теперь интересно посмотреть на фейс Лилу, когда вскроется вся правда. Я надеюсь, ещё так посидим. Да, хорошего дня тебе. Очень рада была тебя видеть. Взаимно. Похоже, я нашла союзницу и хоть что-то складывается, так как я хочу. Так, тут всё ясно. Давайте Шуриком мотнёмся на ВДНХ, где прям не складывается ничего. Да чёрт. Что там, Адин? Давай я. Давай, успокойся, давай я. Я не могу. Извини, я бегу. Всё нормально. Просто я, Ксюха, я не могу. Меня аж трусит, честно. У меня такой коллапс в голове. Я после вот той истории с Кариной, вот это с её хреновым розыгрышем. Я не знаю, ну как так можно было розыгрыш? Ну, что обо мне вообще Гена теперь думает? В смысле? А при чём здесь Гена? Ну, вы же как бы расстались. Да? Ксюха, я тебе рассказать кое-что хочу. Что? Короче, я сорвалась и пошла к Генке в качалку. Ого. И мы переспали. Как переспали? Вот так. И что, вы даже не поговорили об этом? Да куда? О чём говорить? Когда говорить? А смысл вообще говорить? Мне не йога не помогает. Мне это грёбанная медитация. Я уже не знаю, что... А как насчёт простого человеческого разговора, Альбиш? Вот этот коз идёт. Бум! Вот это удар. Миледи, вам надо как-то порешать свои проблемы, пока не кончилась продукция. Ну, Ксюха. Альбина, я, 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 если честно, я тоже не могу. Я не могу уже. Что? Ты... Мне это... Мне это Марина перед глазами. Что вам? Что вам, девушка? Вот это сервис. Пять звёзд вашему кофейбусу. Мне это Марина перед глазами. Весёлая такая, хихикает. Блин. Клиент ушёл. Ксюха, ну реально мы так всех клиентов распугаем. У нас и продукцию никто покупать не будет, и продукты пропадут. Главное не допускать к ним Оксану. А то продукты сначала пропадут, а потом им наваляет Ксюха. Ну, накосячили, каждая по-своему. Ну, правда. Ну, ты мало накосячила. Я накосячила. Ну, а что теперь? Не в монастырь же идти. Ну, точно не в монастырь. Там драться нельзя. Возьмите ваш кофе, пожалуйста. Вот сахар, если что. Хорошо? Ваша кофе? Тебе вот что. Что я не скажу? Спасибо. Не за что. Пожалуйста. Вот то, что вы заказывали. Спасибо. Приятного аппетита. Ксюха, ну какие мы с тобой молодцы, скажи. Правда? Когда есть вдохновение, когда хорошо всё на работе, и в жизни всё хорошо будет. Да, да. Молодцы. Так, эти хоть мозгуют план действий, теперь интересно, как Саня будет возвращать Вику. Привет. Привет. Знаешь, Саш, я тут подумала, значит, с тобой личные отношения, они должны влиять на наш блог. Это дефиле передо мной. Я тебе просто сказала. Вик, я человек, который к работе относится очень ответственно. Поэтому ничего не влияет. Ну, хорошо. Потому что я дурочка, я погорячилась с отменой свободных отношений. Всё, подожди, никакая отмена, да, она была. Я даже запамятовал памятник чёрту. Очень странный способ вернуть отношения. Аж интересно. Ну что, на Яку сегодня мы тему снимаем, блог? Сегодня я вдохновился очень сильно произошедшим. И тема у нас слегка экстремальная, мощная и крутая. Уже давно не популярно разыгрывать людей. Поэтому мы разыграем систему. Систему, которая в этой жизни очень важна. Покажем, где и как тырить продукты. Отлично, план ясен. Украл, выпил в тюрьму. Классика. Тырить в наших супермаркетах – это проще пареной репы. Я, правда, не знаю, что такое пареная репа, но это всё равно проще этого. Будешь идти, там, под юбочку или в сумочку. Саш, ты вообще с ума сошёл тронуться? Тырить продукты? Я же похоже на рецидивистку, чи шо? Не, Саша, ты же вообще до закона не принимаешь. Ой, ребятули, как по мне, дело пахнет жареным. Мне кажется, я просто чую запах страха, да? Гомно так и, блин. Азолин, блин. Выкусил моё слабое место, на слабое не берет. Тоже, блин. Попасть в тюряшку на слабое – это самый глупый в мире полок. Что-то, значит, я не стареку с 10 лет жвачку вкрала. Вообще, а я машинка… А всё же на опыте. Давай ещё покричи, вот прямо сейчас расскажи. Да ладно. Друзяшки мои, вот после всех сегодняшних закатов истерик хочется посмотреть на нормальный киевский закат солнца. Ах, прекрасно. Вот вечером вся жизнь кипит. Люди выбираются из душных офисов с чувством выполненного долга. Интересно, с каким чувством сейчас едет Карина со студии? Может, где-нибудь кофе попьём? Можно. Извини, пожалуйста, сообщение. О, а вот и Лилёк проснулась. Судя по фейсу Володи, ему только этого и надо было. Кофе будет в следующий раз. Знала бы Карина, насколько быстро он её променял на Лилю. Секунду ли не прошло. У меня появились просто неотложные дела. Лиля всегда была и будет на первом месте. Ну, Карину тоже. Хорошо было бы иметь рядом. Володя решил за двумя зайцами побегать. Ну, точнее, зайчихами. Я очень надеюсь на нашу скорейшую встречу. Ну, а может, таки лучше получилось? Пусть ещё аппетит нагуляет. Слаще будет награда. Скорее всего, да. Но наградой будешь не ты, а Лиля. К слову, шо там Боди? Где он там шатается? В прямом смысле слова. Сейчас главное посыньке не наделать глупостей. Вот таких глупостей, например. Дружище, ты головой или руками? Начальника своего позови. Начальника мне своего позови. Скажи, чтобы она уходила. Сейчас я стану твоим начальником. Лиля! Лиля, выходь! Какая Лиля, ты че? По-моему, в народе это называется белка. Что вы творите? Я сейчас великую вызову. Ой, тысяча извинений. Друг, тысяча извинений. Да чего она меня довела? Нападаю тупо на левых людей. Неадекват. Вообще, я бы сам себя урыл, если бы на меня вот такой вот, как я... Багдос, это не она. Это ты сам себя довел. Я не хотел, извини. Чую, эта сынюля отберет у Боди многое. Ай, чуть не забыли. Там же Саня и Вика хотели что-то стырить в магазине. Не кричи. Все, мы ничего не передумаем. Так первой не очкуйся, бери есть. Ага. Смотри. Находишь мертвую зону, тут она по-любому где-то есть. Блин. Зачем я вообще на это глупилась? Тот же вопрос, Викуля. Тот же вопрос. Что ж охранники лазят? Тут, блин, где охранники? Так, чтоб красить, чтоб красить. Я думаю, икра. Блин, дорогой нема, нема черной икры. Вон идет охранником. Походу в маркетах снимать нельзя. Вы когда-то крали вообще? Девушка. Да. Фото-видеосъемка запрещена. Я селфи делала. Девушка, пожалуйста. Что, даже фоткаться нельзя? Девушка, нельзя. Ладно, вибачите. Нормальный адреналинчик, блин. Тут вроде бы нема, не видно камеры. Сейчас. Все отховало. Теперь треба выйти незамеченной. Все, встретимся с вами на выходе. Я не спала. От бухла к спорту. Не путайте с дорогой каждого футболиста киевского «Динамо». У них наоборот. Я про Витька и Гену. Начинаем приседать. Слушайте, меня одинаково. Станьте, чтобы вы могли. Раз, приседайте. Встали. Начинаем приседать. Два. Отлично. Девочки, хочу обратить ваше внимание. Будьте аккуратны. Следите за своими вещами. Чтоб ничего нигде не случилось с ними. А главное за своими ушами. И не пускаем в уши шлак. Раз. Потому что иногда шлак ходит и в спортзале тренирует. Хорошо. Четыре. Опять приседания. Не заканчивай. Становимся в шеренгу. Слушай, ну как это только никто трагирует это. А что? Правда, глаза колет или как? Что, я не правду говорю? Правду. Так где я забрал? А ты, наверное, такую правду себе брал в потребу? Я как взял, так могу и выгнать. С удовольствием. Парни, приседаем глубоко, не останавливаемся. Работаем, девочки. Сорок приседаний. Работаем, девочки. Пятьдесят приседаний. Работаем. Ты можешь, правда, клиенты все уйдут. Они же на мне только держатся. Оу, снеп, Витек. Легко. Что с тобой, что без тебя. Этот козел мне еще и угрожать будет. Дед, ты что, вообще? Не, ты знаешь, куда. Так, видимо, логин-каттер Петер Лавсен. Сейчас будет махач. Сердцем чует. Ребята, спасибо всех тренировок. Хочу вам показать уроки самообороны. Называется «Слонячье ушко». Его надо употреблять. Что ты знаешь о настоящих ловцах? Что ты знаешь о настоящих мужиках? Ну, немного знаю. Больше беда, чем ты. Второй раз уже тут катаются. Хорошо, хоть маты постелены. Никто ничего не поцарапает. Витек, ну что мы как бараны с тобой, блин, а? А? Общий язык не сможем найти. А ведь Гена прав. В такие моменты стоит поговорить. Витек. Мировая. Да какая к черту мировая? Плевал я на эту мировую. Хер тебе не мировая, понял? Нет, блин. После того, как ты трахал мою жену, нет у тебя больше друга. Ни о чем нет. С тобой больше разговариваем. Витя однозначно не стоило, блин, выносить ссоры РСБ и размусоливать это при посторонних людях. Мерится своя пиписька лысая. Интересно такое слышать от другого лысого. Самое время посмотреть, как там Саня и Вика. Аж интересно, получилась у них карьера бандюганов или нет. У нас, аж твои ребенок нет. Так, молодые люди, подождите. Что происходит? Ждем моего коллегу. Кого ведем? Мы спешим. Здравствуйте, у нас, ребята. Подождали, все, можно найти. Ребята, вот, да, конечно, держите, чек. У нас нет времени. У нас рейс. Рейс в Монако, господа. Все, до свидания. Отходим, проходим. Мужчина, вы зря со мной связываете. Вы не знаете, кто я такая. Знает он, кто ты такая. Магазиновый ворочек. Мужчина. Магазиновый ворок. Мugчина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тут я действительно согласен. О, Ксюш, отличный женский способ извиниться. К сожалению, между парнями и друзьями такое не работает. Ну, не то, чтобы я пробовал. Неважно, короче. Паш, ты извини, что я себя вела так глупо сегодня. Я просто так редко делаю Паше приятное, что я думаю, что вот сегодня, это тот вечер. Сегодня он заслужил. Скорее, ты проштрафилась, чем он заслужил. Паша, я хочу ребенка. Стоп, что? Нельзя же так шокировать Ксю. В смысле, ребенок? Когда? Сейчас? Вить. Нормально. Нам нужно поговорить. Че приперлось? Послушай, Вить, нам нужно поговорить. У нас семья. Мы-то Ассе обещали. Мы обязаны с тобой пообщаться и как-то наладить отношения. Ну, пожалуйста, дай мне хотя бы пару секунд, Вить. Маша, а че ты пришла вообще сюда? Я не желаю тебя видеть. Маш. Вить, мы Тася. Маш, пока дверь открыта, пожалуйста, прошу. Послушай, дай мне всего пару минут. Я не знаю, Маруся, что вообще на приколе или что? Или она меня каким-то идиотом считает полным или как? Маш, у меня нет никакого абсолютно желания не видеть тебя, не слышать тебя, не знать, не дышать с тобой на одной планете в конце концов. Вить, а как ты Тася в глаза смотреть будешь, а? Вот так и буду. А как ты будешь Тася смотреть после этого в глаза? Как ты мне будешь в глаза после этого смотреть? Ну, Витя, я же хотя бы что-то делаю для того, чтобы наладить любые отношения. Я рад, я видел, что ты делаешь с Геной. Ох ты делал для сохранения нашей семьи. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну, давай поговорим. Ну, прости меня. Ну, я пришла и у тебя просить прощения. Я хочу, чтобы они хоть как-то наладили отношения. Смерть минуты. Послушай, Вить. Вить, ну, послушай. Нам нужно обратиться к семейному психотерапевту. Какой нафиг психотерапевт? О чем говорить нам с тобой, Маруся? Нет у нас с тобой. Есть ты, есть я. Нас больше нет. Иди, вылечи свою голову, и тогда может быть что-то изменится в твоей жизни. Ну, чего ты мне хамишь? Я к тебе пришла предложить, решить как-то на нашу саду. Я тебя сюда не звал. Ты сама сюда приперлась. Да я хоть что-то делаю. До свидания. Да я хоть что-то делаю для того, чтобы у нас так была семья. Не надо ничего делать. Нет у семьи никакого. Витя, ну, пообещал ребенок. Все, оставьте. Ну, что вы ссоритесь? Боже, такая красивая пара, и ссоритесь. О, сейчас Альбиша все исправит. Скажи, чтобы они сделали вдох-выдох. Друга нужно. Конечно. Правильно, правильно, Альбина. Хорошо, Альбиночка, давай с тебя и начнем. Вот ты послушай, что я тебе скажу, потом пойми, и потом прости. Маша переспала с Геной. Опа. Прости теперь. Это шутка такая, Витя? Это плохая шутка. Нет, это не шутка. А теперь прощай. Подожди, как? Маш, как? Как ты могла? Как ты могла? Ты? У тебя мужик есть, у тебя есть собственные мужики. Что, офигела? Да, одно дело советовать, другое самой прощать. Твои мужи-мужи, ты что, не к другим лезешь? Какой? Шапокляр ты старая, просто. Боже, Альбина, давай, давай. Да что, попустишься, а ты могла вообще? Твой угольник ровно на 24 этажа ниже, все. Ниже под всем параметом, понимаешь? Все, все, я тебя больше не вижу. Ну, да, ляпну. Ну, если честно, я же не со зла. Да, я же, я думал, что они уже расстались. Я думал, что у Альбина уже все, они с Геной. Поэтому и сказал. Прости, Альбиночка, вырвалась. Извини меня. Я же мириться шла к нему, ну как? Я... Ну, вот так получается в жизни. Наверное, сейчас... Вить, ну... Прости, прости, все. Так, послушай, ты никуда не идешь. Я все после вчера решила. Ты убираешься отсюда, вот прям собираешься вечером и уходишь. И ради ребенка. Потому что вчера хотя бы его не было. Это мое решение. Давай вали отсюда, я тебе не шучу сейчас. Быстро собрал вещи и убрался. Послушай, мое решение. Послушай, мое решение. Во-первых, не ори, там ребенок. Послушай, мое решение. Какое твое решение? Такое. Теперь я тут буду... Руководить процессом. О, с каких это пор ты был один диктатор? Да, да, да. Что? Да уж, ты иди, ты ничтожество. Да кто ты, может, плохой? Ты мальчишка просто. Да, я мальчишка. Значит так, Виля, успокойся. Теперь ты будешь мне говорить все, что я хочу слышать, поняла? Слышала меня или нет? Ты мне будешь говорить все теперь. Куда ты идешь, с кем ты идешь, понятно? И зачем ты идешь? Ты слышишь? Ты слышишь или нет? Больше ты не со мной пройскуешь. Только не это. Лид, прости меня, пожалуйста. Лид, я погорячился, слышишь? Ох, друзьяшки, вот что я думаю. Бывают ситуации, когда нелегко просить прощения. Или сложно банально сделать это вовремя и не перегибая. Не перегибая палку, чтобы твой любимый смог простить. Ведь, чтобы простить, тоже нужно найти в себе силы. Причем немалые. Но иногда просить прощения бессмысленно. Ведь ты должен заплатить за то, что наделал. И ценой этого может быть как свобода, так и семья. Главное понять для себя, стоит ли этот человек, чтобы у него просить прощения, или прощать. Привет, Бэмби. Че еще не убрано? Ты украл мои деньги. Где деньги, тварь? Что ты делаешь? Я тебя спрашиваю. Не подходи. Сказала, отвали от меня. Ухди. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Я полицию вызову. Ты обокрал меня. Рот закрой, я сказал. Скотина. Элина, ты что? Твою мать!